Это государственное учреждение, амбулатория УЗК, которой требуется ремонт, как снаружи, так и внутри желательно. Кадры этого видео разлетелись по соцсетям накануне. Жители поселка УЗК, микрорайона Алагира, обеспокоены тем, что в амбулатории нет воды и канализации. Да и фасад здания нуждается в ремонте. Перебои с водоснабжением, говорят сами работники медучреждения, бывают постоянно. Вот сейчас вода пошла. Вот воды когда не бывает? Вот когда летом сильно жарко и зимой, вот когда сильно холодно, снижается дебет воды. И в домах нет воды, и в амбулатории тоже нет воды. Вот приходится вот так тащить в пятилитровых баклажках. Вот два-три дня есть уже воды. Вода есть два-три дня. Проблема с водой в амбулатории стоит уже давно, говорит руководство медучреждения, как и в самом поселке. До сегодняшнего дня вода из амбулатории поступала в выгребную яму. К канализации медучреждения не подключено. При этом яма находится на частном земельном участке, на территории которого скоро начнется строительство. И работников амбулатории предупредили, что доступ к яме перекроют. Затрагивает санитарно-гигиенические стандарты работы. Ну, в общем, как бы так люди запасаются водой, справляемся пока как бы так. Этот вопрос был решен еще на прошлой неделе с главой района. Он вызывал меня, вызывал начальника ЖКХ, и с ним было решено, что вопрос состоит в смету, и проводят новый водопровод, новый, и новую канализацию его отдела. Здесь врачебный участок первичный. Участковый врач-терапевт и участковый педиатр ведут прием и выезжают на дом на вызова. Местные жители говорят, обвинять никого ни в чем не хотят, но привлечь внимание к проблемам амбулатории считают необходимо. Поэтому и решили выложить видео в соцсети. Канализация отсутствует напрочь. Естественно, в 21 веке врачи, им где-то надо руки помыть. Естественно, у нас у всех есть какие-то нужны, которые им нужно справить. И за целый день они не имеют такой возможности. Окна разбиты, их вставить не могут. Снаружи все обсыпалось. Это бы тоже заштукатурить, хотя бы побелить. Состояние порожков тоже плачевное. Они высокие, плитка отходит. Любой старый человек, который будет подниматься, может подскользнуться, упасть и также получить травмы. Вот как бы это все исправить, чтобы более комфортно было людям посещать медицинское учреждение. Администрация Лагирского района заверили о проблемах, знают и решат их в ближайшее время. В администрацию обратились медики, то бишь главный врач ЦРБ с проблемой о воде. По словам руководителя МУП «Водоканал» Алагира Мурава, работы начнутся и по воде, и по канализации 21 октября 2022 года. Там сроки, я думаю, за неделю, за пять, за семь дней они управляются. А пока жители поселка ждут, что к решению проблем приступят в озвученные сроки, то есть завтра. Алина Хасаева, Давид Костанов, 15-й регион.